Итак, класс типов задает интерфейс, который конкретные типы могут реализовывать. Сам по себе класс типов представляет собой именованный набор имен функций с сигнатурами, параметризованный общим типовым параметром. Давайте посмотрим, как устроено определение классов типов на примерах. Перед вами пример класса типов EQ. Это имя класса типов. Типовой параметр, который параметризует этот класс типов, называется A. Когда мы будем объявлять представителей этого класса типов, вместо типового параметра A подставится конкретный тип, который будет выставлять соответствующий интерфейс. Итак, класс типов объявляется с помощью ключевого слова класс. После него следует имя класса типов и параметр. Дальше идет ключевое слово OR. Дальше идут перечисления сигнатур функций. В классе типов EQ объявлены две функции. Функция сравнения на равенство элементов типа A. Она проверяет два элемента типа A и возвращает значение типа BOOL. Мы, однако, здесь не задаем никакую реализацию, мы задаем только интерфейс. Здесь присутствует имя функции. Реализация в случае специального полиморфизма должна быть своя для каждого конкретного типа, который будет подставлен в месте A. И вторая функция, которую выставляет интерфейс EQ, класс типов EQ, это функция сравнения на неравенство. Сигнатура у нее точно такая же. Передаются два значения, возвращается значение типа BOOL. Но, естественно, что семантика должна быть другая, прямо противоположная сравнению на равенство. Давайте теперь посмотрим, как класс типов EQ работает. Поскольку класс типов EQ у нас, естественно, взят, этот пример взят из стандартной библиотеки, то я не загружаю здесь в интерпретаторе модуль demo, а просто беру функцию, беру класс типов EQ из стандартной библиотеки, которая устроена практически так же. Давайте посмотрим, каким образом работает равенство. Посмотрим сначала на тип сравнения на равенство. Мы видим, что тип этого выражения содержит контекст, указывающий, что равенство может сравнивать, значения могут сравниваться на равенство только если A принадлежит этому классу типов EQ. То есть только если представитель этого класса типов реализован. То есть сигнатура функции в объявлении класс типов и сигнатура функции, когда мы запрашиваем ее в интерпретаторе, отличаются как раз на вот этот вот контекст, который указывает на то, что A должно принадлежать нашему классу типов. Это же указание на контекст сохраняется, если наша функция остается полиморфной. Например, если мы сделаем сечение этого оператора числовым значением, поскольку числовое значение полиморфно, то мы получим сохранение контекста EQA, ну и, естественно, добавление контекста NUMA, потому что 42 это число. Однако, если мы полностью уберем полиморфизм, подставив сюда конкретный тип вместо значения A, то контекст EQ пропадет, ну, например, если мы заменим 42 на какую-то строковую константу, например, X, и посмотрим, какой тип этого выражения, мы увидим, что контекста EQA уже нет. А контекст EQA был использован при выводе типов. Поскольку тип символов, чар, является представителем класса типов EQA, то такое выражение является правильным выражением языка, и, соответственно, тип выводится. Посмотрим на тип некоторые функции, которые используют контекст EQA. Это, например, функция из стандартной библиотеки LM. Эта функция проверяет, является ли некоторое значение элементом списка. Если мы посмотрим на тип этой функции, мы увидим, что в качестве двух параметров туда передаются, во-первых, значения, и, во-вторых, список. Функция LM делает следующее. Она проверяет элементы списка на предмет равенства переданного туда значения, и если в списке находится такое значение, возвращает значение истины, в противном случае она возвращает значение ложь. Поскольку функция сравнивает на предмет равенства элементы типа A, то на тип A наложено ограничение EQA. Таким образом, глядя на контекст функции, мы можем предположить, какие же операции используются при написании этой функции. Хотя мы не видим реализации функции LM, тем не менее, кое-что сказать про поведение функции LM, глядя просто на ее тип, мы можем. Следует еще отметить одну вещь, которую я забыл, про определение класса типов. Вернемся к этому определению. Мы видим, что здесь у нас присутствуют сигнатуры функций. Сигнатуры функций должны обязательно начинаться с ненулевого отступа. Если, когда мы возвращаемся к нулевому отступу в определение класса типов, это означает, что мы начинаем некоторое новое глобальное объявление. Ну, естественно, поэтому все функции, которые мы используем как элементы класса типов, они должны обязательно иметь ненулевой отступ.